По Шекспиру в Черикове мужчина напал с ножом на жену и ее знакомого. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Почему любовь коварна? Доверяй, но проверяй! Бобручанин пытался поставить на учет автомобиль с измененным ВИН-номером. Судебные эксперты рекомендуют автовладельцам обращаться перед покупкой транспортного средства в Госкомитет судебных экспертиз для проведения проверки. К чему не был готов владелец? И жизнь одна! МЧС проводит профилактическую акцию. Цель акции – предупредить и предотвратить пожары, связанные с неосторожным обращением с огнем. Что стоит зарубить на носу? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Во вторник в Бобруйске рабочие нашли гранату. ЧП произошло около санатория «Шинник» около полудня. Убирали прилегающую территорию и обнаружил. Смотрю, черный предмет лежит. Подошел ближе поглядеть, смотрю, торчит этот дюбка. Смотрю, вроде бы граната. Позвонил начальнику. Начальник сказал отойти на расстоянии и вызвать милицию. Место тут же было оцеплено милицией. Эвакуация не проводилась. Угрозы для отдыхающих в санаториях не было. Чуть позже к работе приступила саперно-пиротехническая группа воинской части 5527. Есть только миг. В стране проходит профилактическая акция МЧС, не прожигая свою жизнь. Всего два этапа. Первый затрагивает промышленные предприятия, пункты приемов торсерия, общежития и другие места, где скапливается большое количество людей. На проходных огнеборца раздают памятные листовки. По статистике, 7 из 10 пожаров в жилом фонде происходят по вине неосторожных курильщиков. Цель акции – предупредить и предотвратить пожары, связанные с неосторожным обращением с огнем, в том числе при неосторожном обращении при курении. Второй этап направлен на общение с молодежью. Встречи проходят в школах, лицеях, колледжах и в вузах. Сотрудники напоминают, из-за беспечности и халатности можно лишиться не только крыши над головой, но и жизни. Отыграть назад не получится. В Черикове мужчина напал с ножом на жену ее знакомого. По информации следствия, муж вернулся из командировки утром 12 ноября. Дома возник конфликт. Супруг нанес несколько ударов ножом женщине и ее гостью, который бросился на амбразуру. Пострадавшую обнаружили медики скорой помощи возле дороги и вызвали милицию. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. После совершенного 49-летний мужчина пытался покончить с собой. Подозреваемый и второй пострадавший госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек. На днях бобруйские правоохранители задержали 29-летнего бобруйчанина, который в дачном доме устроил помещение для выращивания конопли. При обыске было обнаружено оборудование для вентиляции, освещения, регулятор кислотности почвы, удобрения и систему полива. Изъяты кусты каннабиса, гашиш и марихуана общим весом более 100 грамм. Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Нелегальный груз в Бобруйске задержали контрабандиста, который перевозил крупную партию спирта. Вблизи деревни Ясный лес правоохранители остановили автомобиль Скания. Внутри оказалось больше 4600 литров жидкости в пластиковых канистрах. Общая сумма товара свыше 115 тысяч рублей. Нарушителем оказался неработающий местный житель. Водителю указанной автомашины грозит административная ответственность, которая влечет в наложение штрафа от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спирта. Не прошел проверку. Бобруйчанин пытался поставить на учет автомобиль с измененным ВИН-номером. При осмотре БМВ у сотрудников МРЭУ возникли сомнения в подлинности ВИН-номера. Авто направили на экспертизу. В результате выяснилось – уникальный код действительно изменен. Владелец пояснил – машину купил впервые и даже подумать не мог, что маркировка может быть поддельной. Возбуждено уголовное дело. Во избежание подобных случаев судебные эксперты рекомендуют автовладельцам обращаться перед покупкой транспортного средства в Госкомитет судебных экспертиз для проведения проверки институционного номера транспортного средства. Аналогичный случай произошел при постановке на учет «Фольксвагена», который везли в Беларусь. Эксперты установили – часть номерной площадки со знаками ВИН-кода вварена от так называемого донора. Информация направлена в компетентные органы для дачи правовой оценки. В Мозере задержан любитель помоложе и погорячее. 39-летнего мужчину подозревают в интимной переписке и развратных действиях в отношении заведомо несовершеннолетних. Фигурант за деньги пригласил двоих 14-летних подруг в лесополосу, где совершил развратные действия. Позже он заплатил одну из них за серию интимных фото. Когда же мужчина снова позвал девочек и получил отказ, распространил снимки среди их знакомых. Также он вел интимную переписку с другими несовершеннолетними. В настоящее время известно о 13 потерпевших. Кроме того, подозреваемый был активным пользователем экстремистских и других деструктивных телеграм-каналов. Следователем возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего, развратные действия в отношении лица заведомо недостигшего 16-летнего возраста, понуждение к действиям сексуального характера, вовлечение несовершеннолетнего в совершении тяжкого преступления. Фигурант арестован. 18 плюс в Минской области тем временем, не дождавшись Оскара, под статью попали супруги. Они снимали видео для взрослых. Оперативники задержали семейную читу и их знакомого. Все жители молодечно. Незаконные предприниматели организовали студию по изготовлению порноконтента. Материалы бизнесмены распространяли на специализированных интернет-ресурсах. При обыске правоохранители изъялись соответствующие реквизиты, компьютерную технику, фото- и видеоаппаратуру, цифровые носители информации. Также изъяты банковские карты, на которые клиенты перечляли деньги за заказы. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянца. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!